Новый экскурсионный маршрут «Легенды и былины Малого Бора» презентовали сотрудники историко-культурного и ландшафтного музея заповедника Пустозерск. Организовать и обустоить туристическую тропу удалось на деньги, полученные за счет гранта Пау Лукоэл. Первыми с маршрутом познакомились сотрудники Лукоэла и наша съемочная группа. Конечно, мы начинаем его от Городецкого озера, от которого мы начинаем потихоньку уходить дальше. От Спирехинской лахты через Малый Бор, минуя аллею берез, Ерей, обходя Русско-Ненецкое кладбище, к Самоедскому старшине устремляемся в городок. Общая протяженность маршрута около 5 километров. Частично он совпадает с Большой Пустозерской тропой, протяженность которой 10 километров. Маршрут «Легенды и были Малого Бора» по замыслу специалистов музея-заповедника создавался для школьников и пожилых людей, ведь не всем по силам преодолеть 10-километровый путь. Эти маршруты будут развиваться. Я надеюсь, что дальнейшее их развитие подскажут сами жители, поскольку проектирование Большой Пустозерской тропы завершается в этом году. Но выносить этот проект на обсуждение мы будем как к официальному сообществу, так и жителям нашего края, особенно тем, кто с этой территорией непосредственно связан. Воплотить проект в жизнь и обустроить удалось благодаря компании «Лукойл», которая объявила конкурс социальных культурных проектов. Музей-заповедник стал победителем и получил грант. Я так думаю, интересен и администрации региона, поэтому средства были добавлены в рамках протокола на 2018 год. И я думаю, что считаю, как мне показалось, очень удачно реализован этот проект. И чтобы презентация была действительно незабываемой и передавала колорит эпохи, а Пустозерск возник во времена Ивана III, первопроходцы туристического маршрута услышали музыку тех времен. Для них играл Максим Анухин, представитель Санкт-Петербургской гусельной школы. Легенды и были Малого Бора – это пять километров удивительных историй и легенд о первом заполярном форпосте. Пять километров знакомства с северной природой, растениями и птицами. Понравилось все, поучительно, занимательно, прекрасно, с погодой повезло. Для себя открытие Ненецкой земли заново и по-новому, потому что я человек не местный, из Архангельска, два года всего в Наринмаре, третий пошел. И для меня, как для любого приезжего в Нау, это олени, чум, бураны, снег, тундра. А Пустозерск открыл, ну, для нас, я считаю, для всех, Ненецкий автономный округ, и в том числе вот всю эту Ненецкую землю, как-то с новой стороны мы ее увидели. Не ожидали, что будет такая интересная экскурсия. Виды тут замечательные, замечательный воздух. Особую хочу благодарность объявить нашим экскурсоводам. Они очень всего много знают. Всем рекомендуем посетить данное место. Место какое-то, знаете, чарующее. Маршрут уже полностью готов для пеших переходов и ждет туристов, чтобы рассказать им свои легенды.